Семейство Hyundai N дебютирует в России с заряженной модели, хэтчбека i30N. Напомним, что обычный i30 в России не прижился. Два года назад в Россию везли сотню машин, но дальше пробной партии дело не пошло. Зато горячий Hyundai должен чувствовать себя вольготно на пустом рынке. Ведь Golf GTI, Megane RS и Focus ST в России больше не продаются. N-Brand, N-Brand это не просто обвес, не просто какое-то косметическое изменение дизайна, это реальное спортивное автомобиль с абсолютно уникальной настройкой шасси. Двухлитровый турбомотор развивает 249 лошадиных сил в версии Sport и 275 сил в версии Ultimate. Оба варианта выдают 353 ньютон-метров и комплектуются шестиступенчатой механической коробкой. Младшая версия модели набирает первую сотню за 6,4 секунды, старшая на 0,3 секунды быстрее. К тому же у нее есть электроуправляемый дифференциал. Продавать хэтчбэк будут в пяти городах. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Сочи. Именно в этих городах присутствует спортивное сообщество людей, которые именно фанатеют спортом. И именно в этих городах присутствует инфраструктура для автоспорта. Большие треки и культура взаимодействия именно с спортивным автомобилем. В начальной версии спорт хэтчбэк стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей, а топовая комплектация обойдется на 150 тысяч дороже. Hyundai подчеркивает, что выводят на рынок не отдельную модель, а весь спортивный суббренд N. Это значит, что в будущем нас ждут не только полноценные N-модели, но и приспортивленные комплектации N-Line, которые отличаются не столько мощностью, сколько декором и оснащением. В Европе такие уже есть у хэтчбэка i30 и кроссовера Tucson.